Друзья, приветствую! Хотел рассказать вам интересную историю про масло ВМП авто 3сн формула 530А3Б4. Видите, какая канистра стандартная. Это, я так понимаю, была первая варка еще без товарных канистр. Налили вот такую смешную. На принтере распечатали этикетки. Значит, началось все в апреле, 10 апреля. Девятого мне позвонили с ВМП, пригласили в гости похвастаться новым прибором. Где-то я буду вот здесь размещать скрины и ссылочки всякие. Ну, не ссылочки, а картинки, чтобы вы видели. Значит, прибор, те, кто смотрел Пенсионер 24, знаете, этот прибор для изменения, для измерения холодной прокрутки. Вот, пригласили. И в тот же день предложили мне на тест вот такое масло. Значит, его было 4 литра. Вот, я созвонился с одним из подписчиков. Он такой настоящий исследователь. Он согласился залить свое Infiniti с мотором VQ35HR. Это 3,5-литровый бензиновый V6. Вот, значит, побегали где-то, нашли еще литр, долили. Вот, и значит, отдали мне. К сожалению, там сразу залить машину не получилось. Сделали это только в середине июля. Нет, в конце даже июля. По-моему, 20-х числах июля. Залили в Infiniti и владелец откатал на нем около 6 тысяч километров. Вот, отработка. Такая, значит, с машиной произошла проблема небольшая. Потекла помпа. У этих моторов крайне-крайне редкое явление, когда помпа течет. И менять ее очень сложно и дорого. Необходимо вытаскивать мотор, снимать поддон. Значит, и при снятом поддоне ему позвонил, значит, моторист. И сказал, что в поддоне золотая стружка. Вот видео. Владелец сразу приехал на сервис. Вот это видео снял. Видно какое-то поблескивание. Ну, испугались, что это, в общем-то, масло-то экспериментальное такое, не товарное. Испугались, что это вкладыши. Вот, естественно, пробу. Масло сразу слили и пробу отправили в ОРЦ. Протоколы тоже будут. Причем, интересный момент перед этим маслом в автомобиле был мобил топовый мобил-1, божественный мобил-1 ESP. Откатали на нем, не помню, сколько часов. Есть протокол из ОРЦ. Тогда еще у меня прибора не было. И после мобила среднезольного ESP залили еще более божественный полнозольник мобил-1 FS 540. Очень жирный. Значит, тоже протоколы на него есть. Там износа никакого не было. Отправили в ОРЦ масло-масло ВМП. Стали ждать ответ. Значит, пришли результаты. Вот, опять же, в описании будут полные протоколы. Ну и здесь вот я выведу на экран. Значит, пришел результат из ОРЦ. Никакого износа нет. С маслом все в порядке. Но все-таки был вопрос, откуда стружка и что там такое блестит. Поэтому я связался с представительством американской компании «Спектра». Спасибо директору Алексею. Он меня проконсультировал. Значит, и решили прожечь все это на рентгеновском аппарате американском. Опять же, он направил меня к ребятам из «Ойл-Сити». Это есть такая организация, торгующая маслом. Они являются дилерами. Они мне бесплатно это все сделали. Они дилеры «Газпрома», «Зика», «Обдинска», многих марок. Спасибо им огромное, Александру из «Ойл-Сити» за то, что пошли навстречу. Значит, организовали эту проверку, чтобы уже полностью разобраться в ситуации. Ну, понимаете, да, картину? Я беру у производителя экспериментальное масло, заливаю человеку в машину. Ну, понятное дело, а там что-то блестит в картере. Понятно, что я чувствую свою ответственность некую. Вот. И начал вот в этом направлении углубленно копать, скажем так. Значит, вот видео из лаборатории «Ойл-Сити» с проверкой данного масла. Проверили заодно и «Мобил ЕСП», и «Мобил ФС», и «ВМП масло». Так, решил я сделать врезочку, чтобы показать вам сам процесс проверки рентгеном. Вот это в лаборатории компании «Ойл-Сити». Технический специалист отбирает сейчас из уже показанной емкости образцы масла «ВМП». Вот в баночке он откачал специальным насосиком, видите, да, через трубочку. На столе вы видите полный комплект оборудования. На переднем плане, вот слева, это рентгеновская установка. Она ручная, но сейчас она установлена в такой подставке. Удобнее пользоваться и больше можно тестов сделать. Вот, пожалуйста, видно спектра, да, американская. Чуть правее это вискозиметр, синенький с экранчиком. И за ним самые внимательные могут заметить Fluid Scan. Тот прибор, который я раньше использовал. Американский спектрометр портативный. Только он синего цвета. В какой-то момент производитель изменил цвет корпуса. А так они, в принципе, аналогичные. Так вот, значит, подготовлена проба. Наливается в специальную вот такую небольшую баночку. Закрывается. Проба помещается на пленку. Она не касается, я так понимаю, с поверхности баночки. Вот. Все закладывается над аппаратом. Образец и удаленно через компьютер включается. Видите, начала моргать красная лампочка. Процесс измерения пошел. Процесс измерения длится примерно, ну, полторы-две минуты, наверное, да. Ну, я здесь полностью покажу, значит, что можно отметить с таким комплектом оборудования. Такой комплект оборудования использует Gazprom нефть, смазочные материалы. В частности, на ралли-рейдах Париж-Дакар, там Шелковый путь, вот, тоже тестируются и масла. Висказиметр, инфракрасный спектрометр и вот лазерный, ой, простите, не лазерный, а лазерный тоже есть у данной компании. А рентгеновский, вот такой, как это назвать-то, спектрометр, не спектрометр. Ну, да, наверное. Рентгеновская установка, вот видите, ручка у нее слева, портативная, вот. Ну, и вот сейчас процесс измерения происходит. Рентгеновскими лучами обстреливается образец и сейчас будет готово. Я думаю, с таким оборудованием компании Oil City нет проблемы с подделками, то есть можно смело покупать масла там у ребят, все. Мало того, что они и являются представителями, так еще и, вот видите, серьезно, серьезно упакованы. Так, вот процесс измерения завершается. Ну, и сейчас я покажу. Я сначала хотели распечатать результаты, но я покажу, я сфотографировал, подпишу, там, после этого видео покажу вам, значит, да, результаты. Да, вот процесс уже завершился. Я гляжу, лампочка красная, не моргает. И вот в окне на ноуте есть результаты. Причем для чистоты эксперимента прожгли и ВМП, и две пробы масел предварительных, которые до ВМП были, и ФС, и ЕСП. А сейчас продолжаю свое видео. Кратко расшифрую. Значит, видно, что даже эта отработка, но видно по показателям, какие масла полнозольные, малозольные, даже вот обратить внимание, у, значит, масла ВМП, кальция, как много, больше даже, чем у ФС полнозольного, у которого щелочное 13,2 для свежего. То есть, здесь я, я вот в тот момент подумал, что ВМП подсунули мне очень жирное масло, такое, знаете, блогерское, для позитивных отзывов. Вот. Видно, что есть в масле ВМП молибден. Видно, что нет никакого износа, нет, не было износа и на мобилах, нет износа и на ВМП. Ну, у ВМП пробег небольшой, всего 140 моточасов, высокая и средняя скорость была. Вот. Ну, как бы вот такая, вроде бы казалось, все нормально, но, опять же, вопрос, что же там блестело, открыт. Вот. Я решил отвезти Александру, транзит про, я сейчас у него в гараже. Вот. Мы приехали, привез ему небольшое количество свежего, этого экспериментального масла. Мы проверим на четырехшариковой машинке трения, как оно показывает, какой износ, какая температура. Вот. Проверим. Да. Вот, кстати, он мне подал. Это вот небольшие остатки этого экспериментального масла. Ну, его оставалось мало. Значит, в Infinity в мотор помещается 4900, ну, 4,9 литров, скажем так, масла. А ВМП дали мне 5 литров масла. Поэтому здесь, где-то у меня еще один образец, отправлю его тоже на... посмотреть. Я его проверял на приборе, на своем. И покажу вам в следующем, наверное, видео. Покажу вам скрины, покажу вам сравнение. У меня есть подозрение, что там есть незаявленный ПАУ. Вот. В этом образце. Может быть специальный подготовленный образец, повторюсь. Ну, это будем выяснять. Еще я отправлю. Значит, проверим свежее. Это экспериментальное масло. Проверим отработку. Вы, наверное, на днях увидите у Александра Транзит Про. На канале уже будет это видео. И сразу же заказали литруху товарного. Тоже проверим. И сравним с блогерским, так сказать, маслом. Вот. Значит, все скрины, все будет. Не знаю, сейчас вот под рукой нет у меня информации, чтобы прокомментировать. Но в любом случае, все выложу, все будет доступно. Вот такая история. Я думаю, что на многие вопросы мы ответим. Думаю, что будет интересно. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Береги себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.